Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире интернет-портал радиоцентра Сангейтс. Продолжая свою работу, у микрофона Михаил Мелехов. Ну и сегодня у нас по-прежнему среда. Время 11 часов утра в городе Чикаго, в Нью-Йорке 12, на западном побережье Сан-Франциско, Лос-Анджелес 9 часов, ну а в Москве 19 часов. И, как всегда, в этот день по средам у нас на связи Евгений Саяпин, психолог, психосоматик, если можно так сказать, он меня поправит, но в самом случае человек, который разбирается в таких вещах, которые современному человеку сегодня необходимо знать, причем истоки которого лежат в далеком, возможно, прошлом. Ну, программа у нас сегодня не совсем в том формате, в котором мы обычно его проводим, поскольку обычно я задаю Евгению вопросы, он на них отвечает с точки зрения психологии, с точки зрения медицинской психологии, психосоматики. Ну, а сегодня мы хотим поговорить на тему такую. Так где же все-таки лучше? Там, где мы есть или там, где нас нет? Вообще-то говоря, с моей точки зрения, это вопрос скорее философский, чем больше относятся к психологии, но в то же время, в то же время, ну и хотелось бы поприветствовать Евгения. Евгений, добрый вечер для вас. Да, добрый вечер, здравствуйте. Да, ну давайте мы тогда приступим. Просто предыстория, возможно, такова. Ну, я прожил достаточно много лет в зрелом возрасте, уехав из бывшего Советского Союза. Он тогда еще не назывался, как там, где я жил в Белоруссии, и Республика Беларусь тогда еще не назывался, просто был Советский Союз. Ну и на территории Соединенных Штатов я уже прожил тоже достаточно много, чуть ли не четверть века, а в промежутках вот живу на Востоке. И занимаясь психологией буквально еще со школы, для себя, конечно же, я могу, так сказать, проанализировать какие-то вот моменты. Все-таки был там, там, там. И Запад — это бывший Советский Союз, и Запад — это Соединенные Штаты, загнивающий, как говорили там у нас, капитализм, хотя он далеко и близко, и тогда не загнивал, и сейчас продолжает не загнивать. И в то же время на Востоке очень интересные моменты. То, чего мы когда-то, в том числе и я, читали в книгах, смотрели по телевизору, в газетах, ну и так далее. Сегодня в интернете мы это все видим. Вот. Так, как вы, Евгений, вам первый вопрос. Как вы считаете, все-таки где лучше? Там, где мы есть или там, где нас нет? Вы знаете, наверное, все-таки здесь фраза будет уместна. Там, где родился, там и пригодился, да? Но мне больше всего понравилась ваша фраза, говорит, что вы занимались в жизни психологией. Я сразу вспомнил фильм «Д'Артаньян и три мушкетера» с нашим Боярским, когда его спрашивают, кто такой. Я, говорит, «Гасконец», да? У нас, говорит, в «Гасконне», говорит, все рождаются академиками. Так и здесь, в принципе. Мы все психологи по этой жизни. Поэтому, когда говоришь, у тебя проблемы, надо бы с тобой пообщаться. Да ладно, говорит, не крути мне, говорит, мозги. Я сам психолог, я сам разберусь, я сам все понимаю и знаю. А к вопросу, где лучше, где нет. Знаете, я вот пришел на прошлой неделе на работу. Такой был какой-то день не очень солнечный. И своему коллеге говорю, а ты, говорит, что такое грустное? Говорит, ты знаешь, мне, говорит, все надоело. Говорит, это депрессняк в России, все надоело. Я говорю, ну, у тебя же есть кровь для этого, чтобы свалить из России. Потому что он, говорит, да без проблем, говорит. Но задал очень ключевую фразу. А кому, говорит, мы там нужны? А я его спрашиваю, а кому мы здесь нужны? И он мне отвечает, действительно. Мы здесь не нужны и там не нужны. Поэтому, Михаил, Майкл, я вам адресую ответный. Футбольный мяч, да? А вы-то там нужны. Вы знаете, какая штука? Вот я себе задавал тоже такой же вопрос. Все-таки я человек, который способен анализировать и всегда считаю, что я ничего не знаю. Я знаю, что я ничего не знаю, как говорил Сократ. А у меня появляется возможность узнать. Вот вы знаете, какая штука? Вот там, если ты не знаешь... Ну, там, когда я жил, я имею в виду. Вот если ты не знаешь, так ты и не узнаешь. Я помню, фильм был там 67-68 год. «Индийские йоги. Кто они?» И вот этот фильм, это целый фурор. Я его смотрел очень много раз. Тогда никто не знал, кто такие индийские йоги. Почему-то как-то в других странах это все знали. Но в большем союзе не знали. И вот эти самые сдатовские были. Я занимался еще, я знаю, этими асанами. И скручивался, и ноги за голову, и так далее. Еще вот тогда. И я понял так, когда приехав уже сюда, 24 с лишним год тому назад, я узнал, и с удивлением убедился. А тут, оказывается, я могу что-то узнавать. Тут, в общем-то, все открыто. Нужны или не нужны? Вы знаете, если вы приносите пользу, то нужны. Вопрос, кому? Запад загнивающий, который, как нас учили, или Соединенные Штаты, мы нужны только для того, вот по моим, скажем, изысканиям, психологическим, философским и другим, практическим, только в том плане, если мы приносим действительно пользу. А так мы действительно никому не нужны. А пользу как приносить? Вот, смотрите, я приехал, и выяснилось о том, что я за один день, если перевести рубли, которые тогда стоили, на доллары, я за один день мог заработать свою месячную зарплату там, будучи простым, как говорится, советским инженером. И, то есть, ты хочешь учиться? Учись. Ты хочешь быть бизнесменом? Будь. То есть, пожалуйста, все открыто. Вот в этом плане, нужны или не нужны? Вопрос философский. Я понял так, что да, нужны, если мы хотим быть нужными. Вот таким образом. Ну, здесь опять позиция, если говорить, нужен обществу или, в принципе, тебе самому нужен этот переезд. Вы знаете, был такой известный русский философ, мыслитель Гумилев, да? Вот он писал о пассионарности передвижения. Ну, это немножко здесь другое, конечно, сравнивать. Но я думаю, все равно, если брать 70-е, 60-е, 80-е годы прошлого столетия, много из России уехало людей на Запад, да? И можно сказать, тоже пассионарность была. Но вопрос всегда надо задавать. Для чего? Зачем? И, по большому счету, у многих людей есть возможность переезжать. Но есть такое понятие, как матушка-лень, страх, неизвестность. То есть, кому ты там нужен, и, соответственно, надо этот вопрос задать себе. А что ты-то хочешь от этого переезда? Конечно, мы никому не нужны. Конечно, даже здесь, в России, да и думаю, и в Америке, вы когда идете по улице, идет навстречу человек, вы же не задумываетесь, болит у него в этот момент печень или почки, да? Все думают прежде всего о себе. И то это хорошо, когда о себе думаешь. А не как там, допустим, многие женщины живут жизнью там своих детей, внуков, и думают о них, но не о себе. Это в лучшем случае, когда о себе. И вот вопрос. Майкл, а вы-то какую энергию там сегодня получаете, если сравнивать ее с бывшим Советским Союзом, если сравнивать те знания, которые вы здесь получили в СССР, если сравнивать, как эти знания вам вообще пригодились там в жизни, и надо ли было вам доучиваться, или вполне достаточно тех знаний, что вы получили в России. Я вот знаю по себе, потому что я тоже сделал один раз в своей жизни, что называется, пассионарность вот этого движения. Я родился на Дальнем Востоке и уехал учиться в Москву. И вот когда я переехал в Москву, у меня было такое сознание в голове, что москвичи все умные. Как мы, мальчики, девочки с Дальнего Востока, будем учиться здесь среди таких высокообразованных, высокоинтеллектуальных людей. Так вот вопрос, а у вас-то такой страх был, за то, что вы приедете в Америку, а там будут более, ну скажем так, совсем другие люди, совсем... Это понятно, что они с другими установками, с другой жизнью, но с позиции именно образования. Жень, вы знаете, я вот вычленю два момента, с чего вы начали и, так сказать, с чего вы закончили. Первый момент о том, что для чего мы действительно это делаем. Вот я, когда, ну, бывает, приглашают меня на какие-то конференции, у меня есть своя образовательная школа, биржевая и другие. И я всегда говорю, ну вот, ребята, вот вы чем-то пытаетесь заниматься, а для чего вопрос? И вот было несколько программ, которые я вел, я приглашал к беседе довольно известных людей, довольно известных и людей в мировом масштабе. И мы рассматривали такой вопрос. Три единства человека. То есть, body, mind, spirit – это на английском языке, или в переводе – это тело, ум, душа. Ну, можно сказать, дух, душа. И вот вопрос заключается в том, теперь-то я эти вещи как бы уже на этом уровне разбираю. То есть, я их не делю на три составляющие. То есть, получается, как, с моей точки зрения, вот, и мы переходим ко второй части, которую я, так сказать, вычленил, это образовательный момент. Образование зналыча – это кинг. Это по-мнойски звучит. Или знание – это ты король, если ты знаешь. И вот наше функционирование на уровне вот этом вот физическом теле, на уровне физического тела – это одно. И этим, кстати, четыре основополагающих принципа в соответствии с физическими знаниями здесь мы не отличаемся от животного мира вообще никак. То есть, четыре основополагающие принципы… Ну, не будем сейчас перечислять, это может быть долго. И опять же, кто-то там возбуждение в умах будет, потому что оно может не соответствовать. Но это школа. Причем вот в Соединенных Штатах есть три школы. Начальная, средняя и высшая школа. High school. А дальше мы идем все в колледж. И в колледже мы получаем bachelor degree, мы получаем master degree, мы получаем PhD. Ну, кто хочет иметь образование в бизнесе, то он идет и получает master business administration. Причем это дико дорого стоит, могу вам сказать. Так это еще второй. То есть, это функционирование в колледже. Если мы идем еще выше и приближаемся к третьему, так это уже называется spirit, это называется уже духовность. Что такое духовность, не путать с религией. Духовность это не религия. И вот интересно, я смотрел совсем недавно передачу, я их очень люблю, клуб знатоков, что где когда, причем я помню, я смотрел с первой программы, я вообще ни одной не пропустил, насколько я так предполагаю. Книжку выиграли, нет? А? Хоть одну книжку выиграли? Не-не-не, я не участвовал, я люблю смотреть. Если я буду участвовать, тогда я буду уже, так сказать, в другом статусе. Нет, мне интересно, мне интересно анализировать. И там прозвучал очень интересный вопрос, ведущий задал. Знаток и мудрец, это одно и то же или нет? Кто-то отвечал одно и то же, кто-то отвечал не одно и то же. А вот я могу точно ответить, ну как точно, так как я это высчитал. То есть, есть поговорка. Дурак учится на своих ошибках, умный учится на чужих ошибках, третью сейчас мало кто знает. А мудрец их не делает. То есть, мудрец это кто? Это тот человек, который знает. Можно ли знать все сегодня? Нельзя. Но было время, когда знали люди, и они не делали ошибки. Они пользовались науками различными, они владели вопросом. То есть, они такие знали. То есть, я бы сказал так, я бы ответил на этот вопрос. Мудрец включает в себе знатока. То есть, внутри мудреца есть понятие знаток. Я знаю. И даже если я знаю, что я ничего не знаю, это тоже. Отсутствие информации, тоже информация. А можно я еще немножко? Вот вы просто говорите о мудром и знатоке, да? Умный человек знает, как не втюхаться в какую-то сложную жизненную ситуацию. А мудрый человек знает, как выйти из этой ситуации. Это тоже, если с позиции психологии говорить. Правда. Можно так сказать. Умный знает, что такое ум, что такое разум. Тут есть два понятия, которые люди комбинируют в одно. У них нет разделения. Ум – это когда человек утром звонит будильник, он хочет спать. И вот разум ему говорит, дорогой мой, тебе пора вставать уже, ты опоздаешь. А ум ему говорит, а давай я еще немножко полежу, все-таки еще. Значит, он вырубает этот будильник и продолжает спать. Ну, к примеру. Поэтому ум и разум – это абсолютно разные вещи. И знаете, есть старый анекдот, притча, когда учитель-профессор рассказывает читать лекцию о вреде курения. Читает, читает, потом на перерыве с удивлением все студенты верят, как он идет там в курилку и курит. И спрашивают, профессор, ну, вы же только что прочитали, а вреде курения он говорит, так я же профессор, я же знаю, я же могу кинуть любую эту секунду. Поэтому умный – это не значит разумный. Вот здесь есть нюансы. Вот на Востоке, кстати, там эти четко разделяют эти понятия. И вот образование, если мы говорим об образовании, здесь 100% другое образование. Просто другое образование. И с точки зрения психологии, сейчас я, будем так говорить, залезу на вашу территорию, Евгений, но с точки зрения психологии, значит, что происходит? Собственно говоря, теперь это происходит везде во всем мире. То есть, мы для чего учимся? Особенно в Соединенных Штатах Америки вот этого чего не знают, потому что железный занавес информации, как он был, так и он остался, как я полагаю, я все-таки слежу. То есть, по-прежнему нагнетание каких-то вот о том, что это там, а это тут и так далее. И это идет какое-то разделение вместо объединения. Так вот, мы учимся здесь для чего? То есть, ребенка, я бы так сказал, по моему определению, просто начинает категорически зомбировать прямо с детства. Ему внушает, о том, что должен идти в школе, получать хорошие отметки, great point average, среднюю там хорошую отметку надо получать. С этими отметками ты идешь, поступаешь в колледж. Поступаешь в колледж и не сдаешь никаких экзаменов, кстати. Ты показываешь, что у тебя есть, подаешь туда аппликейшн, ну, заявление, к примеру, там его рассматривают, никаких экзаменов у тебя нет. И тебя или принимают, или не принимают. Причем интересно, что принимают, даже может быть и не по оценкам, а если ты ведешь какую-то общественную работу, или ты какой-то спортсмен, вот тебя тогда сходу возьмут, причем тебе дадут еще scholarship и так далее. И вот человек идет в этот колледж с одной только мыслью. Он должен закончить этот, ну, как правило, закончить этот колледж, получить специальность, устроиться на работу, для чего? Вот тут начинаются вопросы. Для чего он учится? И он учится для того, чтобы устроиться на работу и начинать зарабатывать деньги. Ковать, пахать и так далее. Бабки, короче говоря. 99% это армия, их называют здесь employees. Employees. Employees это работники. И только 1%, а то и меньше, ну, статистика может быть и другая, ну, вот, во всем случае, я так считаю, это люди, которые не хотят работать на кого-то, они хотят работать на себя, они начинают думать outside of the box, это называется, не вот, вот как у лошади шоры, вот эти вот, вот она идет, вот по прямой, она не видит, что справа, так вот, и тут такая же происходит история, но зато, если ты немножко по-другому думаешь, у тебя есть таки, да, возможность выбрать свою дорогу, научиться, ну, вот так. Ну, знаете, в России тоже мало чем отличается, просто у вас там другие названия, нет, так и всегда было, если более высокое образование, это было аспирантура, и более еще высшее образование, докторнатура, но сегодня тоже начали брать запады, эти все бакалавры, я уже, честно говоря, тоже в этом не соображаю, я в принципе знаю, что ты закончил школу, закончил институт, ты идешь работать обычным инженером, преподавателем, кем угодно, да, если ты хочешь, соответственно, больше получать, раньше было, да, то, соответственно, надо было что-то более высокое заканчивать, даже есть тот советский анекдот, да, когда в школе там ругают Волочку, он говорит, дети перестаньте над ним смеяться, потому что у него папа инженер, это старая присказка, знаете, но, я, кстати, был недавно на встрече выпускников в Станкино, где я заканчивал, вообще, конечно, трагическая вот ситуация, я первый раз был на встрече выпускников, знаете, почему, потому что ты возвращаешься в ту энергию, где ты когда-то был молодым, а как это можно вот снова почувствовать, и начинаешь, а помнишь это, а помнишь это, и в принципе такое ощущение, что там собираются люди, которые страдают таким заболеванием, как деменция, память, а как это вот можно, понимаете, вернуться туда, где ты там был, так вот и здесь, соответственно, у меня вопрос к вам, Майкл, вот вы уехали из Союза, вы же дружили, наверное, у вас были друзья по школе, по институту, там, по двору, да, скажите, пожалуйста, вот есть такое понятие, как зависть, вот вы почувствовали, что вам завидуют ваши близкие люди, потому что вы поменяли место жительства, потому что вы оказались более привилегированным и выгодным для себя положением. Ну, я этого не почувствовал, потому что никто, мана небесная на меня не падала, и здесь на самом деле ты действительно никому не нужен, вот тут абсолютно точно, ты приехал, пожалуйста, живи, более того, тебе еще будет помощь оказывать какую-то, но ты в принципе никому не нужен, а надежда, ну, высших сил, наверное, я имею в виду не тех высших сил, которые еще совсем высоко, а те, которые в рамках, допустим, страны, надежда на то, что ты выправишься, на то, что ты адаптируешься и начнешь приносить, ну, в данном случае этой стране, начнешь приносить пользу. Мы до сих пор, то есть зависти не было, я этого не видел, поскольку было, во-первых, очень тяжело, это было неизмеримо тяжело, там все свое, а тут все чужое, так скажем, я до сих пор, несмотря на столько лет прожившись здесь, я никогда не буду считать себя американцем, я всегда буду считать, что я родился, ну, не могу сказать, что я родился в Беларуси, но все-таки в Советском Союзе, и, так сказать, вот это вот слово странное, патриот, ну, я, если так, то когда какие-то спортивные соревнования, где участвует Россия, неважно, или страны бывшего Союза, я продолжаю говорить наши, а не наши, ну, это я так, поэтому трудно мне ответить на этот вопрос, нет, я этого не ощутил, но вот то, что мы до сих пор говорили, и вот эта вот зависть, это, допустим, само понятие зависти, для меня сегодня оно перестало существовать, потому что это принадлежность вот этого физического тела, я слишком много уже стал, брал различных эзотерических практик, если можно так сказать, или духовных практик, и был на разных ретритах, и буддийских, в том числе, и езжу в другие страны, и в Индии бывал многократно, и для меня существуют другие уже ценности, и вот эти ценности, я приведу простой пример, я смотрел, ну, я смотрю лекции, там, видео, и вот в одном из видео, которое я смотрел, стоит психолог, кстати, довольно известный человек в России, и большая аудитория, и он задает вопрос, скажите, кому знания синусов, косинусов, тангенсов, и в особенности катангенсов, принесло счастье в жизни, ну, поднимите руку, ну, ни одна рука, там человек, наверное, 500 было, ну, по меньшей мере, никто не поднял руку, он говорит, хорошо, а теперь поднимите руку те, кому, вот это знание, которое нам преподавали, и вы, кстати, спросили, вот знание, которое, западное, которое я получал в Высшем Союзе, я закончил тоже высшее учебное заведение, пригодилось ли вам в жизни, то есть такие общепринятые человеческие ценности, которые сегодня как раз-таки выступают на первый план, вот раньше этого не было, существует, оказывается, законы счастья, вот принесло это счастье в жизни, нет, не принесло, научили ли нас в школе, в институте, и в обществе, любить друг друга, относиться друг к другу, не как к телам, мужчина-женщина, женщина-к мужчине, а как, ну, каким-то более высшим существам, что ли, взаимодействие родителей с детьми, взаимодействие супругов, оказывается, не учили, вот мы прожили, вот уже довольно-таки, ну, много лет, и вот я лично стал это все постигать, эти вещи постигать, причем возраст, кстати, не помеха, стал постигать относительно недавно, и вот это именно то, что мы что-то делаем для чего-то, я занимаюсь нумерологией, немножко астрологией, я эти вещи изучаю там, на востоке, и вот по дате рождения я могу, ну, практически с 90, там, какой-то процентной вероятностью сказать, вот кто это человек, для чего он живет на самом деле, потому что мы живем в этом, как говорится, скафандре, в этом обличье, но внутри-то у нас есть какие-то более серьезные вещи, типа душа, ну, опять же, кто верит, кто не верит, и вот есть принадлежность, вот наша дорога, наша жизнь, сегодня это наши те качества, которые мы получили, родившись на этой земле, и вот мы должны их использовать в полной мере, часто мы играем другие роли, мы занимаемся и учимся, не там, где нам хотелось бы учиться, да и я учился, и выяснилось, что совершенно не для этого, ну, когда это выяснилось, потому что, кто нас готовит к этой жизни, сегодня, слава богу, сегодня люди просыпаются, и сегодня люди задумываются, мне часто звонят и говорят, Майкл, ну, вот вы подскажите, вот слушаем ваши программы, а может я не тем занимаюсь, и вы знаете, когда начинают делать эти нумерологические прогнозы в эфире, то огромное количество людей звонят и спрашивают, ну, опять же, это что, просто интеллектуальная информация, ну, спросил, а что ты со всем этим делом будешь делать, ну, вот ты узнал, хорошо, я не для этого, попробуй ты вырваться с этого колеса, это называется, санскара, такое выражение на санскрите санскара, это колесо вот этих вот наших отпечатков, которые в нас вот были вложены, понимаете, поэтому здесь вопрос достаточно серьезный. Ну, да, вы много наговорили, и хочется было вклиниваться в это, но... Я прошу прощения, поэтому... Наконец-то мне дали слово, мне приходится... Да-да-да-да-да, поэтому... Надо кислое от широкого отделить, но давайте я все-таки тогда уже более глобально тогда скажу. Конечно, вот то, что вы говорите, сегодня духовная составляющая, знаете, в России тоже никто, ни в школах, ни в институтах не учит строить отношения между мужчиной и женщиной, между женщиной и мужчиной. Я всегда на консультациях спрашиваю, половым воспитанием твоим кто-то занимался, вот 95% говорит, никто. Улица, подъезд, друзья, подруги. И, соответственно, вот от первого полового опыта зависит, как ты дальше будешь строить свои отношения в жизни. Почему человек? Конечно, приходит вот к этим кризисным ситуациям, конечно, заканчивает институт, идет работать, зарабатывает деньги, худо-бедно устраивается на приличную работу, начинает получать деньги, покупает, в лучшем случае, квартиру, каждый год ездит отдыхать с семьей, женится, но все равно, когда-то начинается кризис. Кризис социальной жизни, это 35 лет, кризис среднего возраста, когда уже начинаешь задавать вопросы, на то ли я женился, за того ли я замуж вышла, да, ту ли работу я выбрала. И вот в этот момент человек уже начинает слышать позывы своей души. Кстати, вот я вопрос вам тоже, просто вы его на заметку возьмите, сны. Вот вам Россия снится, а если снится на каком языке, на английском или русском, это вот, ответьте, да, если можно будет, чуть дальше. И, соответственно, вы можете зарабатывать кучу денег. И сегодня я даже прочитал, или вчера у нас есть такой актер Хабенский, не знаю, знаете, не знаете, вот у него погибла или умерла жена, и он теперь сегодня занимается благотворительностью, он все деньги отдает в детские фонды. Ну, поверьте, лет 10-15 назад, наверное, в голову бы не пришло ему это делать. Это вот, что называется, позыв души. И человек-то может, вот что-то действительно делать, такое высокое, духовное, когда у него наступает кризис. Когда все хорошо у человека, он не будет никогда не думать, вот по накатам и идет, 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 да, а вот именно когда смерть или там пожар, когда человек что-то теряет, тогда может быть вот этот сигнал, звонок в голове, что надо в своей жизни что-то менять. И получается, Майкл, что у вас в Америке, что у нас в России, один хрен, извините за это выражение, одинаково для души. Потому, что почки у американцев, наверное, мало отличаются от почек русского, равно как и печень. И, наверное, и душа, соответственно, тоже, наверное, как-то мало отличается. было, ваши же американские товарищи, хамские, еще какой-то фамилия, определили по инфракрасному излучению, что такое душа. Оказывается, она весит, как пуля пистолета, 9 грамм. И вот, я уверен, что душа у американцев, душа у негра, ну, как вы говорите, афроамериканцев, как у юндуса, она везде одинаковая. Другой вопрос, возраст этой души, чем вы ее наполняете. наверное, у вас тоже, наверное, в жизни был какой-то кризис, что вы не с того, не с сего вдруг начали ездить в Индию, познавать аюрведу, да, вот эту восточную медицину. Это же не просто так, наверное, произошло в вашей жизни, правда? Ну, трудно сказать, просто или не просто. Да, на каком-то этапе, вот, захотелось чего-то другого узнать. Начинаешь задумываться, да. А что это такое? Вот скажите, вот, хорошо, вот смотрите, конечно, если говорить с позиции психологии, ну, американцы лучше живут, чем русские, да, с позиции материальных каких-то ценностей, ну, или, по крайней мере, у нас вот такие стереотипы есть. Это стереотипы. Да, может быть, стереотипы. Но, тонкая прослойки интеллигентности, которая когда-то была уже нету, есть или бедные, или богатые. То же самое и в России, насколько я уже знаю, то же самое и здесь. И когда я, знаете, вот, конструировал хирургические инструменты, я очень много ездил по Европе, по клиникам, и, соответственно, да, у них там все здорово, у них красиво в этих клиниках, у них там все как в космических этих кораблях, хирургические инструменты сверкают, в отличие от наших, да, клиник. Но, когда начинаешь общаться с людьми, ну, проблемы-то одни и те же. Отношения мужчина-женщина, родители-дети. И попадаем там в больницу именно из-за нерешенности вот этих межгендерных взаимоотношений. И, соответственно, вы знаете, я тоже увлекался там Востоком и в Индию ездил, и в Непал ездил, потому что душа болела, да, и я думал, что вот я туда поеду и что-то торкнет. Но вот это торкнет, оно действительно у меня началось с 40 лет. Ну, никто нам ни в институте, ни в школе никогда не объяснял, что, ребят, наступает время, когда уже не надо думать о своем кармане, как накапливать материальные ценности, а надо уже думать о своей душе. Ну, не с позиции там сырой земли и деревянного ящика, а о душе развития, потому что надо уже когда-то вкладывать знания в свою душу. Может быть, у вас тоже вот это такая трансформация произошла, и вы начали ездить в страны востока в тот первоисточник, где мы получаем эти знания на каких-то неосознанных уровнях? Вы понимаете, какая вещь? Вот я поехал, скажем так, первый раз, мне было просто любопытно, но когда я поехал первый раз и приобщился к чему-то, чего я не знал, ну, в данном случае астрология, поговорил с ведическим астрологом, и вот этот ведический астролог дал мне понятие, что такое, это называется на скрытии, дарма, то есть предназначение, то есть мы рождаемся с определенными качествами, и эти качества, ну, опять же, верю-не верю, это вопрос другой, опасно не верить, кстати, вдруг правда, так вот, эти качества нам даны из каких-то предыдущих, будем так говорить, воплощений, и если мы их не знаем и делаем не так, как нам положено делать, по закону, это законы, это высшие законы, это не то, что законы, придуманные на земле, то мы будем иметь проблемы, и мы их имеем, и поэтому разные науки, в том числе психология, оно разбирает, как и почему это все началось, откуда оно пошло, оно могло пойти с далекого детства, оно могло пойти из предыдущих воплощений, и в том числе родители, и бабушки, и дедушки, существует огромное количество различных past life regression, там коды, очень много, а каши рекорды, там это все можно посмотреть, и вот там я начал понимать, теперь я это уже точно понимаю, для себя понимаю, и если мне задают вопросы, я могу это даже ей объяснить, поскольку я стал в этом, так сказать, разбираться, а почему, понимаете как, смотрите, что происходит, я не пытаюсь разделить ничего, но так, когда я жил, вот допустим, я сейчас парадоксальную вещь скажу, опять отвлекаясь, вот допустим, Хрущевка, после войны строили, это объясняли, чем можно было объяснить, разруха, и там надо было как бы все пытаться сэкономить, и так далее, и вот эти вот потолки, которые на нас давили, вот здесь я смотрю, потолок, я до него не допрыгну, а там Сталинки эти были, да, если так, Хрущевки 2,50, Сталинки как раз 4 метра, я про это и говорю, так вот эти Хрущевки, я мог так на вытянутую руку подпрыгнуть и достать до потолка, вот это все давит, и вот когда мы живем, а я жил сам в 15 квадратных метров, там 15,5, семья 4 человек, а некоторые жили в коммуналках еще, так еще похуже бы это было, понимаете, это не дает простор, это не дает простор, так вот, когда ты едешь куда-то, где открытое пространство, там легче, мне легче дышать, я теперь это могу объяснить, то есть, когда человек находится в западном пространстве, ему очень трудно думать, это психологические вещи, это вы объясните лучше, чем я, другим языком, я по-простому, так как по-народному, это все могу, и вот, когда я туда поехал, а там, понимаете, там как бы, ну, горы, там, Гималайи, там, это все, и тебе говорят люди, понятия не имел, астрономия, ну, понятно, планеты, как бы мы знаем, а как они на нас влияют, оказывается, они на нас влияют, это же страшное дело, оказывается, все планеты на нас влияют, но есть какая-то одна самая сильная планета, и в соответствии с датой рождения, вот это самое сильное качество, в возрасте, примерно до 35 лет, мы с вами беседовали, я, так сказать, это объяснял, вот как там это объясняли, поэтому, вот, мы делаем что-то для чего-то, и хотелось бы не отбрасывать того, чего не отбрасывать, и почки у нас у всех одинаковые, и у них, и у нас, и, и, и так далее, существует наука Айурведа, Айурведа, почему-то все говорят о том, что это восточная медицина, она, восточная медицина включается, восточная медицина, куда включается, но Айурведа, это так инструкция к нормальной понимании ведической культуры, веда это слово знать, то есть там когда-то вы жили на земле люди, которые знали о том, что кто ты, и что ты есть, и там есть очень интересные вещи, это вот опять же относится к знанию, сейчас я вам задам вопрос, очень такой, неоднозначно, как вы относитесь к Камасутре, и что это такое, Камасутра? Камасутра, насколько я знаю, из книг, когда я иду к метро, например, и там в каждом киоске продается, да, то есть это позы сексуального воздействия друг на друга, именно позы, но дело в том, что вы можете хорошо заниматься вот этой сексуальной гимнастикой, но если у вас не будет внутренняя энергия, не будет вот этого чувства, которое называется влюбленность, или, ну, любви, хотя уже давно говорят, для зачатия человека не обязательно любить, да, человека, достаточно двух клеток, поэтому, знаете, здесь палка в двух концах, вот нам, что называется, дали инструмент, вот эту Камасутру, а патроны забыли приложить к этому инструменту, поэтому мы знаем, что вот этот автомат должен стрелять, а чем, непонятно, поэтому это все получается, как вот такие полубеременные знания. Да, я прошу прощения, так вот, я вас перебью на секундочку, так вот, оказывается, это общераспространенная точка зрения, ну, практически всего западного мира, за редким исключением, во-первых, Кама это наслаждение, Сутра это глава, значит, Кама Сутра это глава, значит, глава, но существует глава в книге, так вот, можете себе представить, что это одна маленькая глава в объемном труде, который называется Кама Шастра, Шастра это учебник, а Сутра это глава, так вот, существует, Кама Сутра, она одна из семи частей, как люди должны наслаждаться, наслаждаться, и откуда она взялась, значит, англичане, которые, естественно, Индия, эта колония была, они где-то там строили какие-то там, строили какую-то дорогу, наткнулись там, где-то там пробили там тоннели, нашли пещеру, и там наскальные вот эти изображения, они оттуда все это дело содрали, там учебники, и все, запад оттуда взял, любой запад, я имею ввиду запад, есть восток, есть запад, неважно, Соединенные Штаты или Россия, там не имеет значения, взял именно вот эту вот сторону, почему, ну, сегодня привлекает же это все, это женизменно, эти все какие-то, ну, в нашем понимании, там, это все, так сказать, привлекает, но оно не дает никакого совершенно знания, поэтому то, что вы сказали, там, да, патроны забыли, патроны, это самое главное, потому что, а где шесть частей из семи, где шесть, одна маленькая, причем самая меньшая из семи частей взята, а где остальные шесть, и кто о ней знает, вообще-то, на самом деле, никто о ней не знает, вот это и есть, то, что называется образование, и это и есть, как люди должны относиться друг к другу, у нас была совершенно потрясающая программа, последний раз, где мы разбирали, вы разбирали, точнее, взаимоотношения той самой девочки, которая была обижена каким-то образом, может, даже и не физически, обижена своим папой в свое время, или обижена отношением папы к маме, это ее запало, вот эта самая самскара, которая в ней, импринт, это отпечаток, который в ней попал в далеком детстве, и она его пронесла через всю вот эту вот свою жизнь, и взрослея, она стала точно то же самое вести себя со своими избранниками мужского пола, и, к сожалению, вот эта полная игноренция, по-английски, там, тамос, это на санскрите невежество, невежество, это ничего неплохого, это просто человек, это незнание, допустим, незнание, вот было бы хорошо, вот эти знания, чтобы люди получали, кстати, наши программы, наши беседы, я очень и очень люблю психологию, и философию, и это как раз-таки та тематика, которая мне интересна, и вот я понимаю о том, что когда вы задаете вопросы, видно, что вы их разбираете, очень четко, вот раскладываете на составляющие, я могу единственное, что добавить какую-то там, скажем, вот восточные мудрости, те, которые на Западе, кстати, нету, и это классная комбинация, которая, вот, когда люди нас слушают, и, ну, надеюсь, что будут какое-то развитие, они будут задать какие-то вопросы, а действительно, а как же быть счастливым, а как быть, строить гармоничные отношения, как, в конце концов, зарабатывать деньги, вот, ежи, вот как, вот я начал говорить о том, что огромная армия вот этих работников, которым предписано, ну, если не на роду, так вот, так вот, им, зомбировали их, о том, что они должны на кого-то работать, но у них же есть качество работать на самих себя, почему надо обязательно на кого-то работать, надо просто думать немножко по-другому, не научили, ну, если есть такое желание, то можно научить, мы, когда будем делать эту программу, я имею в виду, все программы, дорогие друзья, это я уже обращаюсь к нашей зрительской аудитории, все они, видите, идет уже в режиме видео, не только аудио, то там сайт Men's Consulting Евгения Саяпина, он уже сегодня находится на страничке тройное W.SungayCenter.com, поэтому вы можете, попав туда, сразу попасть и к Евгению, и на консультации, на все, что угодно, и это здорово, и замечательно, потому что человек ищущий, это не комплимент, это действительно так оно и есть, и это здорово, и замечательно, таких людей не так много, потому что все в основном, знаете как, ну, вот, в небом едином жив человек, да, можно я разбавлю анекдотом хорошим, да, да, когда, да, пляшет, на Кавказе спускается тарелка инопланетян, вылезает такой весь волосатый, ну, там начал всех женщин любить направо-налево, но его спрашивают, слушай, инопланетянин, а много вас там таких-то? Да нас-то, много, только две тарелки, у меня и у Гиви, поэтому, вот, к вопросу, что не много таких людей, да, людей много, другой вопрос, что не все начинают задумываться, потому что это же от Бога дано, понимаете, вот слово психология, психа, душа, да, а само слово, как наука, она образовалась, так, конец 19 века, Брандт был, если не ошибаюсь, 1878 год, а до этого, что психологов не было? Были, ну, а их называли священники, священнослужители, врачи, то есть, все равно человеку необходимо куда-то было высказывать свои мысли, чтобы уменьшить свои внутренние вот эти проблемы, чтобы уменьшить порывы своей души, знания души, другой вопрос, что сегодня стали это более модно как-то в какую-то оболочку привлекать, и поэтому, мне кажется, вот основной посыл нашей передачи все-таки должен быть, чтобы человек не боялся искать себя, чтобы четко понимали, если внутри что-то болит, не за, слово-то как лучше сказать, ну, не заговаривать и не отмахиваться от этой ситуации, потому что необходимо слушать порывы своей души, своего внутреннего состояния, от него никуда не уйдешь, Майкл, все-таки ответьте, пожалуйста, на вопрос, вам сны снятся на русском или английском языке, почему? Потому что сон это продолжение нашей жизни, а если вы возвращаетесь туда в Советский Союз, значит, все ли вы отработали в этом Союзе? Вы знаете, это действительно очень хороший вопрос, психологический подтекст очень серьезный, ну, то, что не на английском снятся, это я вам точно могу сказать, дело в том, что так получилось, что последние ну, уже 9-10 лет я, я не хочу, во-первых, обрывать связи, я говорю на русском языке, естественно, с американцами, я говорю на английском языке, но на русском языке я говорю больше, у нас все-таки, у нас два потока, на самом деле, у нас есть на русском языке, у нас есть на английском языке поток сен-гейтс-радио, но на русском, я говорю больше, и поэтому это накладывая свой отпечаток, я все-таки продолжаю считать себя не Америкой, никогда не буду считать, американцы, это сборная какая-то, вы знаете, кто является Native American, Native настоящий Американец, да, природный, знаете, кто это? индейцы, конечно, это индейцы, да, вот их на сих пор называют, извините, а с кем не поговоришь, с кем, с американцем поговоришь, все их предки были откуда-то, откуда-то, Европа, Европа, бывшая, ну, бывшая, ну, не Союз, еще до Союза это была Россия, и очень много, ну, я не знаю, в какое там, ну, чуть ли не уже второе поколение, то есть, он-то родился здесь, а его родители уже кто-то откуда-то, или бабушки, дедушки почти поголовно из Европы, то есть, я, ну, дети мои, они, понятно, они американцы, они приехали совсем маленькими, им трудно общаться, вот у них точно сняться на английском языке, точно сняться, ну, я полагаю так, мне не рассказывают уже давно, но в самом случае со мной они беседуют на русском языке, как-то так получилось, что дети русскоязычных родителей, которые тут вот выросли в этой стране, они с родителями общаются, как правило, на русском языке, это хорошо, потому что все-таки это та страна, где мы все родились, и сбрасывать со счетов это нельзя. Майкл, а можно такой еще вопрос, в принципе, нецензурные слова, и вы, наверное, как бывший житель, да, СССР, вы знаете, что русские очень сильно матерятся, да, и я вот обратил внимание, даже вот, допустим, два иностранца разговаривают на своем языке, вообще же эти, допустим, где я жил раньше, студентам, вот говорят, говорят, и такие смачные русские матовые летают, я говорю, почему, энергетически мощная штука, так вот вопрос, а вот в Америке есть такое, что в греке на английском языке, но тем не менее, вот наш русский мат начинает завоевывать вот эту разговорную речь, бывает, я понял вопрос, я резко и категорически против этого, поэтому, несмотря на то, что я все это знаю, но как-то инстинктивно, я и когда жил там, я как-то старался так не выражаться, потому что это, сейчас не буду рассказывать, это займет долго, и может быть, не для всех это будет, скажем так, понятно, вот эти бранные выражения, матерные выражения, они очень резко понижают вибрации человека на тонком, на таком уровне, и поэтому, хочешь не хочешь, это не хорошо просто для самого человека, рано-поздно это вылетит, это карма и так далее, но если считать, скажем, вот взять, нет, у американцев, у них через слово точно такой же мат, я не буду называть, но все это знают, более того, уже я слышу в русских кинофильмах и все начинают на английском уже ругаться, уже как бы русского шоу, не хватает мата, так действительно, самого сильного в мире. А я не зря задаю этот вопрос, почему тогда, вот вы говорите, раньше были индейцы, территория помнит энергию, вы правильно сказали, матерные слова, нецензурные слова, это уровень низких вибраций, на территории, допустим, Европы было много воин, много даже непохороненных людей, естественная энергия идет, наверное, отчасти мы, русские, очень агрессивны, потому что питаемся этой энергией, да, тех душ, которые еще не закроены, ну, в смысле, не опеты и не упомянутые, и дело в том, что, почему считается, более миролюбивая нация есть, вот вы, например, американцы, а мы более агрессивны, и так ли это на самом деле, и вот опять вопрос, мне задали вчера, почему вы, мужчины, более агрессивны, чем мы, женщины, да, потому что женщины, они могут пойти поговорить, и вытащить, вот, что называется, свой адреналин на оружие, а мы, мужики, все сотканы из установок, вот это можно, это нельзя, это не так делается, а все равно, тело-то заставляет, это все вытаскивает, и отчасти, вот, через вот эту агрессию, а вот вы, американцы, как свою агрессию понижаете, может быть, с помощью вот каких-то духовных практик, что вы знаете, и привезли оттуда, с востока? Ну, это какое-то обобщающее, вы, американцы, я говорил, я нет, как я лично, нет, ну, мне трудно сказать, за тех, которые, в общем, коренные, будем их называть, американцами, они как выражали, так и выражают, к сожалению, вот почему мне нравится, вести передачи на русском языке, а не на английском языке, вот могу объяснить, очень просто, я общаюсь довольно с многими людьми, хоть с американцами, хоть на английском, хоть и на русском языке, но в процентном отношении я просто вижу о том, что русскоговорящие люди, находящиеся не на нашей территории, я имею в виду не в Соединенных Штатах, а на территории постсоветского пространства, они более открыты к той информации, которая им позволит, может быть, как-то поменяться, это происходит по той причине, что, понимаете, здесь работа нескончаемая, это страна, Соединенные Штаты, это страна бизнеса, в общем плане, вот это один, один огромный, большой бизнес, то есть, понимаете, возможности есть, после работы идет следующая работа, после следующей работы идет следующая работа, единственная страна в мире, где нерегламентируемый отпуск, если в Германии на первом месте, там люди понимают о том, что человеку надо отдыхать, иначе, а здесь как, а здесь, они не то, что не понимают, наверное, понимают, но здесь как, ну, тебя выжили, и выкинули, и пришел новый, я же работал сам, я дошел до какой-то там, ну, с моим инженерным образованием, работал помощником в пекарне, знаете, как-то, надо выживать как-то, вот, ну, на заре, так сказать, много лет назад, и, мне сказали, полтора месяца до тебя держался, вот, помощник пекаря, если по-русски, максимум продержался человек на этой позиции, очень тяжелые физически, и вообще, работа, полтора месяца, вы знаете, это мне сказал пекарь, да, а я был помощником пекаря, закончилось тем, что пекарь ушел, я остался, и вы знаете, чем все закончилось, закончилось тем, что меня взяли и заменили, почему, ну, я слишком много уже стоил тому времени, то есть, я, так сказать, показал, чем отличаются русские, они выносливые, и в демографическом отношении, гораздо больше, кстати, и гораздо быстрее завоевывают, ну, пространство, и завоевывают положение, и если кому-то там, приехавшему из другой страны, или даже тому же американцу, надо пахать, пахать, ну, как-то, наверное, мозги по-другому работают, это надо додолжное, практически все, имеют, ну, про машину-то все имеют, и дома-то, как бы, тоже все имеют, но, в самом случае, уровень жизни, значительно выше, чем в среднем, допустим, среди других слоев населения, вот. А вот агрессивные люди, много есть в Америке? В России очень много агрессии сегодня, а у вас и у них? Вы знаете, они везде есть, это понятно, но дело в том, что она очень и очень быстро пресекается, вот если кто-то по отношению меня проявит агрессию, я просто-напросто набираю телефон, мгновенно приезжают, мгновенно, и человека элементарно, и ты ничего не поделал, здесь боятся просто, почему? Боятся это делать. Да, было бы пожаловать в Россию, здесь совсем друг. Спасибо, ну я был там и прожил там 40 лет, на самом деле, я в курсе дела, как оно происходило, и слежу как-то, ну не очень активно, но слежу, да. А вот я сейчас расскажу пример, когда вот у меня немец друг. У нас есть еще буквально несколько минут, поскольку сейчас будет следующая программа. И когда он здесь, он работал на фирме очень крупной, и он жил здесь, в принципе, он приезжал в Германию, и первые там 2-3 дня попадал на определенную большую сумму денег, ну марки сначала, потом евро, он ехал, то обгоняет кого-то, то кого-то подрежет. И вот этот менталитет, я говорю, а ты хочешь вообще уезжать из России? Не, не хочу, у вас, говорит, так весело. Вот это беззаконие, и вот этим иностранцы очень быстро заражаются. Вот вы четко сказали, да, фразу, если что-то не нравится, вы пошли в полицию, сообщили, и сразу его привлекли к ответственности. Но у нас, вот как ни парадоксально, законопослушные европейцы очень быстро и качественно привыкают к нашему разболбайству русскому. Вот что такое? Ко всему привыкаешь. Человек, такое существо, он адаптируется ко всему. Он и в плохую сторону может адаптироваться, и в хорошую сторону может адаптироваться, но, наверное, кому-то скучно. Вы знаете, я не знаю кто, европейцы, может быть, я не жил в Европе, там как-то все более спокойно, устаканившаяся жизнь, наверное, как-то все может быть в какой-то степени пресно. А здесь нет. Здесь можно куда угодно, и тут можно впечатлений набраться, каких только хочешь. То есть адреналина здесь хватает. Здесь, так сказать, свободно, ты можешь чувствовать себя, но противоправное действие, ну, это опасно. То есть тут как бы тебя действительно защищает. То есть если ты бизнесмен, на тебя трудно, чтобы на тебя кто-то там наехал, выражение, да, или там крышевание, по-моему, да, это, то есть где-то кто-то как-то тебе... Ты никому не нужен здесь, и никто за тобой охотиться не будет. Наоборот, здесь это престиж. Если ты что-то умеешь, ты что-то можешь, то наоборот это приветствуется. Более того, я скажу, это тема следующих наших программ. Но я могу сказать вот что. Здесь президент Буш, младший Буш, он может признать, что он бывший алкоголик. Здесь это ставится в заслугу. Почему? Потому что если человек признает о том, что... Попробуй признать о том, что ты алкоголик. Это первый шаг в 12-шаговой вот этой вот программе анонимных алкоголиков. Первый и самый главный. Ты должен признать, что ты алкоголик. Нет, он у нас, ну, я имею в виду, там... Нет, я в любую секунду могу бросить, вот как этот профессор по курению. Поэтому это психологический аспект, или вот, допустим, в казино, или вот эти вот игроки в эти игры там компьютерные, они же вот это время туда проводят, и там адреналин. Они же тот адреналин, который не получают, они там его получают. Вот. А кто-то разрушает себя именно там наркотиками и так далее. Вот такая история. Женя, у нас остается буквально несколько минут. У нас уже следующая программа. Причем у нас, если сейчас мы говорим о центральной, скажем, там, полосе европейской, где время вот московское, то теперь у нас будет программа, где на два часа позже. То есть, если у вас уже в это время восемь, так там уже будет десять. Да. Тоже будет интересная программа. Я хочу просто небольшой, но в следующую среду у нас будет программа, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, будет программа с Евгением Саяпиным, практикующим психологом, психоаналитикам на тему женское бесплодие. Правильно? Психологическое бесплодие. Психологическая подоплека до этого. Ну, и уже не я буду вести эту программу. У нас есть представительница прекрасного пола. И, пожалуйста, мы анонс этот сделаем. И в следующую среду приходите в это же время в наши программы. Это среда, 7 часов вечера. Наши координаты тройное W, SunGatesRadio.com, SunGatesRadio.com, тройное W, это SunGates, солнечные обороты на конце буквы SunGates 1.08, это наш скайп, 8472269956, вот там за спиной, правда, он не виден, висит телефон. Ну, и все программы выставляются в YouTube и на Facebook. Набирайте SunGates Radio, вы будете видеть все эти программы. И в YouTube на нашем канале, кто подписывается, получает все эти уведомления. Женя, большое спасибо за время. Спасибо. А можно я одну фразу только скажу? Ну, фразу можно. То, что вы сказали в нашей беседе. Я хочу обратиться к людям, не бойтесь путешествовать, не бойтесь менять свое местожительство, потому что это же классно, менять энергию, менять людей, менять свои знания. И я всегда говорю всем своим пациентам, хуже, чем сегодня, завтра уже не будет. Поэтому, если есть возможность, езжайте, живите, развивайтесь. Удачи вам. Тогда есть, спасибо большое. Есть одно, тут, может быть, скажем, ну, не уточнение, а дополнение. Вот куда? Вопрос. Для этого есть, для этого есть, во-первых, направление. У нас есть четыре, там, или, как минимум, еще там, четыре промежуточных направления. Вот куда поехать, и в какую страну, особенно если поменять, вот на это, это вам скажут какие-то, допустим, астрологи, и так далее. Вот они как раз-таки знают, потому что взять и поменять, и поехать туда, вы знаете, очень много сейчас, тенденция пошла в последнее время возврата обратно. Вот, несмотря на все там благо, так сказать, цивилизации, которая здесь существует, почему-то люди не уживаются. На это есть причина, ошибка была, люди не поехали, или поехали не туда. Но мы об этом поговорим, я положу это. Хорошо, да. Удачи вам, спасибо за то, что вы пришли. всего вам доброго, да, до свидания. До свидания, всего хорошего, до свидания. До свидания.